всем привет мои дорогие добро утро с вами маша и добро пожаловать ко мне на завтрак сегодня у меня будет омлет я добавила туда половину помидор и немного желтого сыра и тост цельнозерновой с козем сыром с моим любимым козем сыром также конечно же зеленый чай ну а после я буду пить кофе как обычно по традиции я начинаю пить кофе после завтрака и дальше уже как пойдет иногда у получается чашка в день иногда две три четыре все зависит от разных обстоятельств но и натощак я всегда пью воду это либо обычная вода безо всего либо вода с лимоном сегодня я выжила туда немного лимона все мои дорогие я очень голодные их начинаю потому что когда готовишься к съемке завтрак так или иначе отодвигается и успеваешь проголодаться очень сильно вчера я ела в пять часов вечера последний раз у меня был такой раннюю а сейчас уже часов 11 так что у меня не завтрак получается некий такой бранч хотя иногда я могу завтракать и позже если я поздно ложусь то поздно ставим соответственно меня может быть еще более поздний завтрак халия бранч очень вкусно я очень люблю яйца особенно летом они у меня очень хорошо идут а вот каша как-то не очень может быть переел переел ее холодное время года но сейчас меня вот очень тянет именно нам на яйца на глазу и на омлет вчера делала прическу укладывала волосы и вот как они у меня выглядят на следующий день мне кажется вполне неплохо я чуть-чуть подкорректировала челку и все как бы мне кажется очень неплохо это у нас еще очень жарко и влага сильная сегодня тоже а так если нет влаги и нет сильной жары то 23 дня вот прическа нормально смотрится и выглядит держится меня спрашивают как я отношусь к раздеванию в соцсетях на ютюбе в инстаграм и так далее и к тому что люди которые худели с большого веса показывают что стало с их кожей тоже раздеваются и показывают вы знаете если фигура красивая тело подтянутая то это красиво это в любом случае красиво смотреть на такую картинку на такое видео на такого человека если девушка женщина полная очень полная и раздевается в кадре неважно видео это или фотография таким словом если тело полное не такой красивый да то это то что есть это то что есть в действительности в реальности потому что в мире очень много полных девушек и женщин и все они раздеваются на пляже оголяются можно сказать летом когда жарко особенно если они живут в теплых странах и как бы это наша реальность это наша действительность это то что есть дальше когда человек похудел с большого веса я в прошлом году записывала такое видео про обвисание кожи ну и тогда не попались видео сильно похудевших и они показывали что стало сух кожей вы знаете начало мне как-то было не по себе когда я это все увидела хотя я человек привыкший к такому зрелищу я еще до своего похудения очень этим интересовалась и смотрела передачи они сейчас есть на ютюбе где показывали пластику как вырезают кожу там на животе на руках на ногах на лишнюю кожу у людей которые очень сильно похудели я это все видела я это знаю но потом какой-то период времени даже длительный можно сказать я это все не смотрел и тут мне в рекомендованных мне youtube предложил эти видео я стала смотрите как-то поначалу поначалу не было не по себе но потом я привыкла к этому зрелище я считаю что такие видео с одной стороны она шокирующие для всех они не для слабонервных они не для впечатлительных людей но они очень полезны они полезны для некоторых категорий людей например для тех кто помнит так вот сам бы махнул на себя рукой вполне это думает ну буду есть 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 когда уже прямо вот вес будет зашкаливать тогда начну худеть так или иначе я похудею и вот посмотрев эти видео человек задумается стоит ли полней дальше потом начинать худеть с очень большого веса он видит что может стать с его кожей то есть для этих людей такие видео очень полезны эти видео также полезны для людей которые собираются худеть тоже большого веса и они будут понимать что может быть кожи если совсем ничего не делать и возможно примут меры и возможно минимизируют проблемы которые них могут возникнуть также для людей которые уже похудели и тоже тоже ситуации находятся и они увидят что они не одни что есть еще люди у которых также все висит то есть я не вижу ни в одном ни в другом ни в третьем случае никаких проблем а в третьем случае наоборот эти видео полезны да они возможно неприятные не интересны тем кто никогда не сталкивался с этой проблемой они могут не понять людей они могут их осуждать потому что они не понимают не знают что это такое они с этим попросту никогда не сталкивались они стройные подтянуты у них все нормально и ничего не грозит они не склонны к полноте но всем остальным такие видео интересные полезны единственные я думаю что вначале можно предупредить что зрелище зрелище не для слабонервных и если люди очень впечатлительные и у них нежная тонкая психика то ну по крайней мере они будут предупреждены и либо выключить либо уже будут знать на что они идут вот одним словом я очень спокойно отношусь к таким видео потому что но если люди хотят допустим а раздеваться то это личное дело раздевающихся на камеру их личное дело если им хочется им приятно это делать то и если это не нарушает правил ютюба я не знаю по моему по моему это не нарушает по моему нельзя раздеваться детям показывать детей в купальниках там или без безо всего без одежды а взрослым по моему можно если я не ошибаюсь и не знаю у меня такого опыта нет насколько я знаю взрослым можно демонстрировать купальники там нижнее белье и все прочее то есть если это не нарушает правил и если людям хочется это делать то почему нет как бы это личное личное дело каждого человека я к этому отношусь абсолютно спокойно более чем спокойно не вижу в этом никаких проблем потому что мы же раздеваемся на пляже правильно и все нас видят а то и могут сфотографировать мы можем попасть кому-то в кадр то есть все 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 возможно и нас видят ну собственно говоря я в этом не вижу ничего плохого смысле никаких проблем да я не раздеваюсь и скорее всего наверное раздеваться не буду хотя вы знаете никогда не говори никогда я не зарекаюсь вкусный вкусный вкус очень вкусный я никогда не зарекаюсь вообще в жизни но лично мне раздеваться не хочется у меня нет такого желания взять и раздеться перед камерой и что-то кому-то показывать или доказывать тем более это не про меня потом знаете такие видео набирают неплохие просмотры даже хорошие можно сказать и людям которые раздеваются наверно хочется раздеваться еще больше вновь и вновь потому что зрителям нравится на это смотреть поэтому это личное дело каждого человека кто как считает нужным поступает в инстаграм например очень много появилось в последнее время женщин которые также раздеваются и они полные крупные и тоже они набирают популярность то есть у каждого как бы да свои инструменты как бы каждый как может так раскручивать свой канал также еще вы знаете был прямо такой бум девушки на все мире решили дать ответ фитоняшкам но обычные девушки не фитоняшки у которых обычные женские фигуры ничего особенного и выдающегося и они после родов решили выставлять свои фото с большими животами с растяжками для того чтобы поддержать остальных девушек и женщин во всем мире тот же мил успех этот такой флешмоб и тоже очень многие их поддержали тоже стали вот показывать свой живот потому что иногда смотришь в инстаграмм она родила буквально там три дня назад и у нее уже плоский живот но так бывает очень редко да в основном что-то у людей остается там течение недели двух недель какие-то отеки да ну так чтобы прямо совсем был плоский это единичный случай а в некоторых вообще остается живот как будто бы они не рожали и он постепенно уходит в течение месяца двух но у кого-то вообще остается кто совсем собой не занимается до меня например после первых родов был небольшой отек у меня не было живота так вот знаете как бывает у меня был небольшой отек вот в районе талии и он спал где-то в течение 10 дней наверное двух недель а после вторых родов у меня вообще ничего не было вообще я родила душа из душа и смотрю в зеркало у меня прямо чуть ли не впадина хотя у меня был лишний вес но вот желудка вот этого да не было то есть у кого как но это единичный случай в основном конечно да все это остается и вот девушки решили провести такую акцию показать как же бывает на самом деле то есть вот тоже да так если взять можно сказать ой там такие страшные животы и все рваные с рваной кожей в растяжках но это то что есть да это наша реальность это то что есть у тысяч а то и миллионов девушек и женщин поэтому я считаю что в жизни все имеет место может иметь место самое главное не перебарщивать и чтобы все было красиво и каждое действие на что-то направлено на какой-то результат имеет какую-то цель если цель достигается то это уже хорошо я так думаю мои дорогие очень вкусно козисер я просто очень люблю совершенно не соленый очень приятный вроде с помадой все нормально кстати это кика вот постоянно спрашивают я ее часто использую видео потому что камера ее любит нет никакой ружины иногда бывает нанесешь помаду и вот видна какая-то ружина потом пересматриваешь а тут все нормально то есть камера ее любит потому что на камеру можно использовать не все так как она искажает очень сильно зачастую нити не люблю есть руками вот не люблю и всегда у меня приборы вилка и нож без этого я тоже не могу не могу я привыкла я всю жизнь там наверное лет силу я не знаю пользуюсь приборами когда ем по-другому мне просто удобно некомфортно даже хлеб есть руками не могу конечно можно было бы но как-то не комфортно руками я ем орешки на понятное дело да их не буду есть вилкой и ножом ягоды что еще я им руками что-то еще наверно ем наверняка но такие вот вещи блюда и продукты я ем вилкой и ножом вот вы знаете я вот абсолютно наелась два яйца сыр половина помидора тост он кстати знаете очень легким воздушный он визуально кажется что кусок большой но на самом деле он очень легкий воздушный я вот полностью наелась а теперь уже буду есть часа через три через четыре в зависимости от того когда проголодаюсь мне кажется завтрак вполне адекватный не только для худеющих но и либо поддерживающих свой вес но и для любого человека единственное кто-то может пожарить омлет на масле я его жарю безо всего как вы знаете на сковородке ну что еще сюда можно добавить фрукты ягоды но сегодня вот мне не хочется я ограничилась вот вот этим да это едой фрукты ягоды можно добавить а все остальное вот мне кажется уже будет лишнее можно сырники на десерт можно там творог просто я имею ввиду из пп да если не пп то круассан пончик все что угодно а из пп фрукты либо ягоды либо сырники либо творог но вот для меня это уже будет много вот еще что вам хочу сказать мои дорогие все у меня остался последний маленький кусочек сейчас я его даем и будем с вами закругляться все тарелки чистым я все съела на ваших глазах что я хочу сказать я наелась вот абсолютно целиком и полностью но у меня в желудке есть еще немного места то есть я бы могла съесть что-то еще но я этого делать не буду вот я привыкла к этому ощущению легкой легкого недоедания скажем так и все мне прекрасно и замечательно нелегко пройдет где-то минут 30 и я больше не буду ощущать вот это легкое недоедание то есть я буду абсолютно суток но также да говорят надо подождать минут 20 там 25 15 20 и уже острое ощущение голода пройдет то есть так как если вы там на диете или считаете калории то есть а мне вот такая ситуация под силу это все мне отлично прекрасно замечательно я к этому привыкла и дома я ем только такими вот порции вино у каждого она своя вот мне хватило это вода кому-то это будет много кому-то это будет мало то есть каждый человек должен под себя подбирать ту порцию который не подходит и соответственно худеется и поддерживать свой вес все мои дорогие на этом все надеюсь вам было интересно благодарю вас за внимание всем отличного настроению удачного дня до скорых встреч и приятного аппетита всех целую обнимаю пока пока